Расширенное заседание началось отнюдь нерадужно. В Хакасии стоит острая проблема по части экологии. Заводы, вредные выбросы, вырубка леса и печное отопление делают свое дело. Вот куда мы приехали. А что? И нарушили полностью природу. Баланс в природе. Поэтому сейчас нам необходимо выработать какие дополнительные вопросы. Я думаю, что есть у нас нормы федерального закона, нашего закона, которые дают возможность вообще бороться с этими грязными выбросами всеми в атмосферу, в окружающую среду. Настоящий бич для республики – грязный воздух. Мы занимаем лидирующие антипозиции среди других российских регионов. Осталось лишь дымка, в которой целая таблица Менделеева. Бензопирен, формальдегид, диоксид азота и многое другое. Все это продукты горения от печей, а еще от взрывных работ на угольных разрезах. Например, только в 2017 году эти показатели превышали допустимую норму в пять раз. Если суммировать численность проживающих в районе Абакана, Черногорска и ближайших городов на территории районов, то по сути получится, что 69% населения республики находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха. Отсюда и неутяжительная статистика по раковой заболеваемости. Есть и другие проблемы – слив сточных вод, вырубка леса, а еще горы мусора. Которую мы здесь увидели, в результате чего происходит правонарушение. Это недостаточное количество полигонов ТБО на территории республики Акасия. Если вы знаете, у нас их всего лишь пять полигонов, значит, часть населенных пунктов, крупных населенных пунктов вообще не имеет полигонов. По итогам совещания принято решение в оперативном порядке создать комиссию, которая будет отслеживать экологический фонд Акасии. В нее войдут главы муниципалитетов, общественные организации, правительство республики и работники ведомств. Кстати, специалисты Минприроды готовы взаимодействовать со всеми желающими помочь. Выйти на массовую уборку или посадить дерево. Полина Назарова, Руслан Шалгынов, РТС.